Десятки машин и несколько подснежников. Заехать на парковку спецтехнике удается с трудом. По словам коммунальщиков, жители ближайших домов о запланированных работах были предупреждены за неделю. Объявления размещали на дверях подъездов и под дворниками машин. В итоге автомобили со стоянки убрали лишь единицы. Когда мы начали работу в проезде по адресу Ленина 3, он был практически весь также заставлен машинами, но люди, видя то, что работает спецтехника, переставляли машины, относились абсолютно с пониманием. Проезд мы чистим, парковка заставлена машинами. Соответственно, работу мы выполнить в полном объеме не сможем. И этот случай далеко не единственный. Крупных муниципальных парковок в городе немало. Трудности с их расчисткой возникают постоянно. Так, например, стоянка возле привокзального сквера пустой, не бывает никогда. Не пустуют и парковочные карманы на набережной. Соответственно, полностью расчистить территорию от снега и вывезти его попросту невозможно. Из каких соображений собственники не хотят вовремя убирать свои автомобили, неясно. Кто-то ссылается на незнание. Если бы вы увидели, вы бы убрали? Конечно, убрал. То есть вы просто не заметили? Нет, я просто не заметил. Неправильно, конечно. Надо обязательно машину убирать, чистить на стоянку. Свой автомобиль мужчина со стоянки отогнал. Владельцы остальных все же не появились. Сегодня коммунальщикам удалось только расчистить проезды, парковки. Остальную территорию придется освобождать от снега уже в следующий раз. Убедительная просьба горожанам обращать внимание на объявления. В социальных сетях мы расклеиваем их на подъездах. И если мы говорим о том, что будет производиться очистка той или иной парковки, лучше на ней автомобиль не оставлять. Спецавтотранс работает всю неделю в усиленном режиме. Сейчас на линии 83 единицы техники, 4 отгрузочных звена для отгрузки снега. Работают три шнагорода на устранение и заужение с магистральных улиц. Работают работники ручного труда. Напомним, по данным синоптиков, количество осадков за январь почти вдвое превысило норму 183%. Февраль также обещают снежным. А это значит, что работы у городских служб впереди еще очень много. Мария Беленко, Татьяна Кудрявцева, Новости.